Проводить в последний путь легенду космонавтики дважды героя Советского Союза Валерия Быковского пришли самые близкие, а их, как оказалось, немало. Полный зал, казалось, едва вмещает всех пришедших проститься и отдать дань этому человеку. Валерий Быковский был членом первого отряда советских космонавтов, спромированного в 1960 году. Более того, он входил в Гагаринскую шестерку в число шести космонавтов, которые непосредственно готовились к первому полету. Скромный, очень простой в общении с искрометным чувством юмора. Ну и, конечно, ответственный и знающий. Таким его вспоминают коллеги. Так говорят о нем друзья и родные. Это очень скромный человек, педагог, воспитатель. Он даже не маляющий ни одной минуты, ни секунды не подал понять, что он великий, что он с первого отряда и так далее. Пахал, работал так от Эфемана, орбитальных станций. Это человек, который завершил практически земную жизнь первой шестерки, первого отряда, которые были выделены для того, чтобы быть готовыми совершить первый полет в космос. И на его долю выпал тоже замечательный полет. Это первый полет в мире на пять суток. Первый отряд – это, по сути, первопроходцы. Валерий Быковский под номером пять. Именно эти люди заложили фундамент современной космонавтики. Именно они дали старт и открыли путь тем, кто сегодня отправляется в космический полет. Его первый старт к звездам состоялся 14 июня 1963 года. Полет был частью знаменитой совместной миссии, в рамках которой космос покорила и первая женщина – Валентина Терешкова. Ученым было интересно сравнить, как условия космического полета влияют на организм мужчины и женщины. Во время полета Валерий и Валентина связывались между собой, обменивались наблюдениями, обсуждали детали экспедиции. Не уступал и не предавал свои принципы. Переживал за страну, за космонавтику. Совершивший три полета в космос общей продолжительностью 20 суток, 17 часов 47 минут и 21 секунды, Валерий Быковский был единственным из космонавтов, летавших на кораблях типа «Восток» и «Восход», совершившим три космических полета. Говорят, он обладал уникальным свойством. На него не действовала невесомость. Обычно в первые часы или даже дни полета всех, без исключения космонавтов, укачивает из-за прилива крови к голове. Они чувствуют себя не в своей тарелке. И это несмотря на жесткие отборы, длительные тренировки. Лишь один человек не испытывал никаких проблем с адаптацией на орбите. Это был Валерий Быковский. Медики изучали организм космонавта номер 5 и признали его случай уникальным. Он был один из тех, кто на себе испытывал чрезмерные перегрузки. Давайте вспомним, что на долю первого отряда вы были не только первые полеты, но и определение того, как вообще мы будем летать в космос. Какие перегрузки человек может унести? Сегодня я лично потерял очень дорогого у меня человека. Я провел свое много времени вместе. И всегда он был для меня самым верным другом. Жалко, что мы больше не услышим его искометного юмора, не увидим его улыбок. 27 марта 2019 года Валерия Федоровича не стало. Он был нашим земляком. Он прожил здесь много лет. Он любил Щелковскую землю. Похоронит его в подмосковной деревне Леониха. Сегодня великая эпоха первых покорителей потеряла еще одного сына. Но его имя навсегда вписано в историю развития космонавтики. Светлая память.